То, что было указано там, в реестре было указано, это все правда, это так и есть. Ничего я не могу отрицать и не могу сказать, что это неправда. Но есть неточности, в которых не было сказано в этом, когда делалось вот это расследование. Во-первых, в тексте публикации говорится, что в 2013 году до 2020 года, то есть Константин Варданян, то есть я, занимал две должности. Заместитель главы районов Сократуло и директора телевизора компании Парвана. Это с момента перехода на государственную службу директор Парвана стал Альбина Варданян, когда я перешел на государственную службу. Она была исполнительным директором, а я был учредителем этого организации. Тогда по закону, это не нарушался закон, что я оставался учредителем этой организации. Поэтому, когда после вот этого публикации, осенней публикации, когда ко мне обратились службы, вот этой декларационной службы, сказали, что ты должен выйти из этой организации, вообще полностью выйти, потому что сейчас этот закон поменялся, и ты должен не участвовать в этой организации. Поэтому я перестал числиться учредителем в марте 2020 года. Также в заголовке текста публикации дается ссылка на средства, которые телерадиокомпания Парвана получила из государственного бюджета во время нахождения, то есть меня, на государственной службе. Утверждаю, прямо между этими двумя фактами неверно по нескольким причинам. В первую очередь, ввиду того, что средства на выполнение работы Парвана получала из государственного бюджета до 2013 года. Эти выплаты ожидаются в рамках договора с различными статусами. В тексте публикации говорится о пяти упрощенных закупках на общую сумму 44 тысячи 10 ларий, что также неверно. Посмотрите на детали по нескольким годам. В 2011 году телерадиокомпания получила субсидию в размере 25 тысяч ларий. Этот договор был оформлен с Альбиной Варганян. И как? С индивидуальной подпринимательностью. Тогда моя организация не имела права, Парвана, которая была, она не имела права заниматься коммерческой деятельностью. Поэтому было создано, супруга моя создала индивидуальное подпринимательство и участвовала в этом, то есть тогда субсидирование было. Она получила субсидию. В 2012 году в вещательной деятельности участвовало тоже индивидуальное подпринимательство Альбина Варганян на сумму 29 тысяч 880 ларий. В 2013 году Тендер уже участвует радиотелевидение Парвана на сумму 30 тысяч ларий, на ведение вещательной деятельности. Вот тогда как раз исполнителем директора в то время являлась Альбина Варганян. В электронную базу мы перешли, работа, вся наша государство перешла на государство. У нас ошибки были там, что, типа, мое имя было написано в этих документах, это было. Это уже связано с тем, что, ну как вам сказать, это сам персонал, который в администрации работает, вот они ошибки делали. То есть они, вместо того, чтобы писать Альбина Варганян, они писали Варганян Хасхадьев. То есть, в общем, знали, что я создатель этой организации, поэтому там и фиксировали. И знание грузинского языка, она не обращала внимания, раз, расписывалась, уходила. А фактически это, вот это, который документ и составлялся, это составляла администрация, понимаешь? Не фигурируется, там уже фигурируется Альбина Варганян. Вот то, что, вот эти все суммы, которые там есть, я вам точно говорю, это правда. Но вы, как местные люди, вы не знаете, что в этой телекомпании работают, до сих пор работают 13 человек. Ну как может 13 человек не получать зарплату, а они работать будут, и эти все деньги я буду присваивать. Ну, фактически, вы же понимаете, что это нереально. Это же неправильно было сказано в том, что все это я забрал, я это уже получил, и фактически, и не по назначению потратил. Столько лет мы работаем, столько лет государственные деньги мы получаем. И у нас никто не проверяет, что ли, так просто нам дают, в связи с тем, что я зампредседателя Сахарова. Все равно, рано или поздно, аудит, вот в этом году был аудит, пришел, за три года проверил полностью, и проверил мою организацию, и все проверил. Если бы что-то, какие-то нарушения были бы, нам фактически не пускали бы участвовать в тендере, это во-первых, а во-вторых, не давали бы деньги. То, что моя ошибка была, кстати, после осенней публикации вот этого, меня только единственное, чем наказали, это то, что я в декларации не указал, что супруга имеет вот это счета, имеет и организацию. За это я поплатился штрафом.